Да. А где ты дверь открыта? Сейчас в полосу нет. Зайти в подъезд – дело нескольких минут. Позвонила в квартиру под любым предлогом, и дверь открыта. Найти подходящую жертву тоже было несложно. А там сидят в дворке, они все расскажут. Они сказали, да вот дом напротив, там 100% одна умерла, другая это сдает. Я говорю, а какой подъезд? Третий. Я сразу третий с девятого этажа, и получается три обзвонила, попала вот в который, к сожалению, она. Сидели, пообщались, она начала говорить про свою болезнь, что она болела. Ну, вот на фоне этого я увидела и взяла грех на душу, взяла в ящик. Что в ящике было? Деньги и средства. Сколько? Ну, как она, это же 10 тысяч, я не могу утверждать, там было по 500. Лже-соцработница покинула квартиру, забрав у пенсионерки 10 тысяч рублей. Дело было в августе. А потому на что потратила деньги, женщина вспоминает с трудом. То ли на продукты, то ли на тормозные колодки. Несмотря на раскаяние, в конце октября женщина вновь постучалась в квартиру. На этот раз жертвой стала 84-летняя жительница Кировского района. У нее злоумышленница похитила около 6 тысяч рублей. В производстве следственного отдела, отдела полиции номер 3, находятся два уголовных дела, возбужденные по факту краж денежных средств из квартиры у двух потерпевших престарелого возраста. В настоящий момент сотрудникам уголовного розыска задержана гражданка, жительница Саратовской области, 1974 года рождения. Подозреваемой предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 158 Уголовного кодекса России. В настоящий момент данная гражданка проверяется оперативно-следственным путем на причастность к серии аналогичных преступлений как на территории города Саратова, так и на территории Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий данной гражданки, сообщите об этом по телефону, указанному на экране. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов. Продолжение следует.